Добрый вечер, в эфире Вести Крачева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня министр здравоохранения Казим Шаманов провел брифинг, на котором ситуацию с распространением коронавирусной инфекции назвал крайне напряженной. По словам Казима Азриталиевича, количество вновь выявленных больных не уменьшается. На сегодняшний день в госпиталях находится 872 человека. Для сравнения, на 18 августа в стационаре лечились 67 пациентов. Произошло увеличение более чем в 10 раз. За октябрь месяц, по сравнению с сентябрем, увеличилось количество вновь выявленных больных в 2,5 раза. Основной причиной всплеска является быстрая распространяемость коронавируса. Один больной может заразить 27 человек, а далее заражение происходит в геометрической прогрессии. Кроме того, жители республики стали привыкать и меньше бояться заболевания. В целях предупреждения распространения лечения COVID-19 в республике развернуты дополнительные мощности для лечения COVID-19 больных. Недостатка в лекарствах и койко-мест нет. Министр также призвал жителей Карачао-Черкесии внимательно и бережно относиться к себе и близким в период распространения коронавируса. Я благодарен средствам массовой информации, что у меня есть возможность еженедельно обращаться к землякам, к жителям нашей республики, к моим коллегам-медработникам, которые сегодня основную нагрузку несут по защите нашей республики от данного вируса. Я хочу в первую очередь поблагодарить своих коллег, тех, которые ежедневно рискуя своим здоровьем, своей жизнью, выполняют свой профессиональный долг. Спасибо вам за это большое. А к своим землякам я хочу вас попросить, еще раз попросить, вы берегите себя. Ведь дороже друг друга у нас никого нет. Сегодня, защитив себя, вы защитите и тех, кого вы любите, кто рядом с вами. Да, много есть недостатков, есть много, на что вы можете жаловаться. Нехватка лекарств в аптечной сети, где-то неадекватные отношения. Все-все-все это есть. Но это не значит, что вы не должны себя беречь и беречь тех, кто вас любит. Со 2 ноября по указу главы Карачао-Черкесии Рашида Теврезова на территории республики были усилены ограничительные меры. Запрещено проведение массовых мероприятий, проведение свадебных и других торжеств. Ограничения коснулись и учебных заведений. По указу главы все учебные заведения переведены на дистанционную форму обучения. Северокавказская государственная академия также перешла на новый формат обучения. И уже сегодня занятия проводятся в режиме видеоконференции. Все студенты имеют к ним доступ с любой точки земли. Это особенно актуально, ведь в Академии много иностранных студентов, которые сейчас находятся за рубежом из-за закрытых границ. По словам ректора Академии Руслана Качкарова, анализ работы во время пандемии показал, что уровень образования студентов не пострадал от изменения формата обучения. Академия не перестала работать. Она работает, она живет в образовательном процессе, находится. Только несколько переформатировали в дистант и никакой драмы, трагедии здесь нет. Мы много рассуждаем, что лучше, что хуже. Ну, лучше, конечно, все как было, если бы было. Несколько, как бы, хуже, наверное, вот такая форма. Но есть обременения, которые объективные, от которых никуда не деться. Мы к этому уже привыкли. Я думаю, что психологические, как бы, аспекты уже тоже нормализованы. Организационные аспекты мы тоже, как бы, переформатировали в нужном русле. И на сегодняшний день, еще раз говорю, чуть-чуть вот сейчас доработаем техническую часть, серверное оборудование доберем и уже будем свободны от этих форматов, как Zoom, там Skype, уже без них мы сможем обходиться. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью и утром в горах с мокрым снегом, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 4, днем 6-11. А в горах до плюс 5. В Черкесии без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Позитивный опыт России по гармонизации межконфессиональных отношений может служить примером мировому сообществу. Такую мысль озвучил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтий Карачао-Черкесий Смаил Хаджибердиев во время недавней онлайн-встречи о Владимира Путина с лидерами традиционных конфессий страны. Муфтий предложил президенту идею инициативы в ООН международного закона, предусматривающего ответственность за оскорбление чувств верующих в России. Такая правовая норма, определяющая разницу между свободой слова и вседозволенностью, действует с 2013 года. Глава государства положительно принял просьбу духовного лидера. На сегодняшний день самое волнительное, что было, это то, что творится у нас во Франции. То, что там случилось, это именно провокация. Страшная провокация. Вот провоцировали людей. А этот молодой человек, он ни о чем не думал, взял нож и пошел резать. Как будто он этим исправит что-то. А если был бы этот закон, то тогда уже по закону наказывали бы тех людей, которые совершают вот эти вот оскорбления чувств верующих. И поэтому я попросил президента Владимира Владимировича, чтобы он обратился в ООН, в Совет Безопасности, вот с этим предложением. Мне кажется, это ему понравилось. И он сказал, что он даст поручение Министерству иностранных дел, чтобы они проработали, как это и что это будет. Если этот закон примут во всем мире, мне кажется, тогда вот этих вот конфликтов на основе религии будет мало. Семь пешеходов погибло, 32 человека получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий. Это статистика за 9 месяцев. Для нашей республики цифры большие. Всего этого можно было избежать, соблюдая элементарные правила дорожного движения. А вот насколько хорошо их знают и исполняют. Чтобы разобраться в этом вопросе, сотрудники дорожно-патрульной службы на территории республики провели профилактическую операцию «Пешеход». Альбина Ламкова участвовала в мероприятии и узнавала, как вычисляют нарушителей, какие штрафы назначают и вообще, что нужно, чтобы все участники дорожного движения остались довольными. Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения. И неважно, в качестве кого мы выступаем при этом – пешеходам, водителям или же пассажирам. Для того, чтобы все стороны успешно прошли обозначенный путь, нужно относиться к друг другу с уважением, учитывая все принятые в законе правила дорожного движения. И тогда не будет такой плачевной статистики. К тому же сотрудники дорожно-патрульной службы отметили, что все совершенные наезды на пешеходов были зафиксированы в дневное время суток. Поэтому операция «Пешеход» будет проводиться в два этапа. Второй запланирован на конец этого месяца. По итогам 9 месяцев на дорогах Карачао-Черкесии произошло 349 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди. 61 человек погибли. Около 500 получили ранения. 12% от общего числа количества происшествий, это 42 ДТП, были связаны именно с наездами на пешеходов. 7 человек погибли, 32 получили ранения. Говоря о статистике, Ибрахим Токов уточнил, что она плачевна в отношении ДТП только с участием пешеходов, а общее количество аварий в республике все же снижено. Государный автоинспектор в очередной раз напомнили водителям о максимальной бдительности на дорогах. А для лучшего результата в профилактической операции пешеход используют квадрокоптер. С его помощью никому не удастся скрыться. Сотрудники ДТП будут отрабатывать отдельные виды нарушений, именно связанные с непредоставлением преимущества на право прохода пешеходам, переходящим через проезжую часть на пешеходных переходах. И будут выявляться нарушения, допускаемые самими пешеходами. То есть, если они будут переходить проезжую часть вне пешеходных переходах или не установленных для этого места, сотрудники ДТП будут принимать не меры относительного воздействия. От полутора до двух тысяч рублей – это сумма штрафа, нарушившему правила дорожного движения водителю. Она не маленькая, но несравнима с жизнью человека. Здесь нужно сказать, что нарушают правила или же вообще их не знают и сами пешеходы. В таком случае инспектор дорожной службы предупреждает человека. А при втором задержании имеют право наложить административный штраф в размере 500 рублей. А если светофора нет, ждать, пока машина остановится, после проходим. А если светофор, на красный стоим. Основное правило, которое я запомнила с детства, то, что на красный свет нельзя перехать дорогу. И надо смотреть на левую и правую сторону. Едет машина. Довольно часто виновными в ДТП являются пешеходы. Спеша переходят улицу на красный свет или в неположном месте. Есть даже те, кто забывает банальные правила дорожного движения, которые нас учат еще с детства. Основным из них, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом ее на противоположную сторону. И если соблюдать это простое правило всеми пешеходами, то дорожно-транспортных происшествий будет гораздо меньше. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Весе. Карачаево, Черкесия. Некоторые из них владеют искусством фланкировки шашкой. Другие разберут и соберут автомат Калашникова за считанные секунды. Все это молодые казаки продемонстрировали на спортивных состязаниях, посвященных 324-й годовщине образования кубанского казачьего войска. На спортивном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Александра Коваленко продолжит. По традиции, перед началом доброго дела казаки воспевают в молитве Царя Небесного. Как отметил и Ирей Никольского собора Александр Гурин, в подрастающее поколение необходимо вкладывать все самое доброе и светлое. Военная подготовка, которую они проходят, соревнуясь друг с другом, важна и с точки зрения патриотизма. Они, вырастая, принимают все то, что мы им передаем через наш опыт. И защита нашей Родины – это их прямая обязанность. А в армию предстоит молодым казакам отправиться уже совсем скоро. И вот там ребятам придется показать свои боевые навыки и физическую подготовку. А пока еще есть время, и они с интересом впитывают знания, которые дают им их старшие наставники. Сегодня они узнали о классификации, устройстве и принципе действий мин, разновидностях гранат. Это в основном кумулятивная граната. Когда ее кидаешь, она падает сверху, на танк прожигает броню, и внутри кто есть, тот погибает. А вот эти навыки ребятам предлагают довести до автоматизма. Поэтому каждый попробовал собрать и разобрать автомат на время. А все это делается для того, чтобы солдат знал, что и его оружие в полной готовности. Поэтому бойцы должны быть с автоматом Калашникова на «ты». Среди тех, кто посмелее и активнее, сегодня Артур Агоев. И ряды казаков он пополнил чуть более месяца назад. Его результат по неполной разборке и сборке автомата Калашникова составляет 35 секунд. Года два, по-моему, я состоял именно в штабе. И за это время тоже многому научился. Эти навыки пригождаются мне. И тут я понимаю, что казачество и этот штаб, они очень схожи между собой. Мне кажется, максимально похожи. Поэтому мне тут тоже комфортно. Атаман Баталпашинского городского казачьего общества Александр Зинченко закрепил старшего за ребятами, который автомат Калашникова в руках держит впервые. Они узнали, как отсоединяется магазин, шомпол, как извлекается возвратный механизм. То есть все детали. Также мальчишки попробовали себя в стрельбе из пневматического оружия. Проведение таких мероприятий, чтобы приучать молодых казачат к службе в армии, чтобы они хотя бы понятия имели, придя в армию, о воинской службе. Показал в этом навыке высокий результат и Олег Макаренко, выполнив манипуляцию за 33 секунды. В планах юного казака поступление в военно-морское училище, где все это ему пригодится. Я научился его разбирать еще в лагере. Раньше в Ессентуках на базе ДОСАВ проходил лагерь «Сотник казачий». И там нас научили собирать и разбирать автоматы. На «Отлично» Олег владеет и искусством фланкировки шашками, техникой кругового боя. Ведь мальчишка из рода потомственных казаков. Все ребята, принявшие участие в спортивном мероприятии, были отмечены грамотами. Александра Коваленко, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. До встречи и приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»